Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же, по-моему, 18 октября. Я только что рассказывала про микрозелень и тут же не удержалась. Сразу захотела испытать свой градусник новый, который мне прислала Зинаида из Москвы. Я потом точно посмотрю город какой-то, по-моему, Москва. Что-то я с растениями закружилась. Вот смотрите, у нас таких градусников нет. Вот это тот самый термометр для почвы, который весной все спрашивали, чем вы меряете почву, ну температуру почвы. Я всегда рассказывала, что палец втыкаю в грунт или прям руку заглубляю. Если руке не сильно холодно, значит можно высаживать томаты. Но я про томаты имела ввиду. Там же мужчина один сказал, что есть старинный способ. Раньше мужик выходил на пашню, снимал штаны, голой задницей садился на землю. И если терпимо было, то начинали посев. Если невозможно было сидеть очень холодно, значит не сеяли еще рожь. Не знаю, правда это или нет, но я правда рукой всегда измеряла. Теперь вот у меня есть такой, ну уже более-менее современный прибор. Я не знаю, насколько он точный, но все равно я уже вижу, что он работает, он живет. Я его принесла из дома. И когда воткнула вот в этот холодный грунт, здесь грунт не подогревается. Я уже говорила, что они выросли сами, потому что без всякого подогрева, потому что погода была хорошая. Когда я воткнула, было около 20. Я сделала фото, вот на фото посмотрю, я здесь плохо вижу, еще без очков. Буквально за несколько минут, 2-3 минуты, видите, градус, ну этот столбик термометра опустился. Я точно не вижу, сейчас сфотографирую на фото дома на компьютере, посмотрю, ну по-моему чуть выше 10 градусов, 12. Сейчас я его отсюда выну и воткну на вторую половину, где вот я говорила, что у меня редисочка тут сходит, салат, все. И я посмотрю, как прогревает этот грунт почва, потому что ленты были включены, немножко они должны были подогреть. Ну и есть или нет, разница будет видно сразу. Сейчас я камеру выключу, вытащу его отсюда и сюда воткну. Ну сегодня я, наверное, никаких результатов не дождусь. Я воткнула вот свой термометр. Ну, я, видите, одновременно же проверяю и греющую ленту, и рабочий или нет термометр. Вот термометр точно хорошо работает. Был же 20 градусов, когда я его принесла. Когда я его воткнула в холодный грунт, вот там, где у меня горчица, он сразу опустился до 12 градусов. И когда я воткнула его вот сюда, на вторую половину, где включила греющую ленту, я думала, что он будет подниматься, но, наверное, не все так просто. Земля ведь остыла, у нас на улице идет снег и холодно довольно-таки. Может, слышите, как шебуршат снежинки. И, короче, оставлю на ночь, посмотрю. Тут два варианта. Или грунт холодный сильно, он не может сразу прогреться. Или сильно толстый слой мы здесь наложили, а термометр, написано, можно втыкать только на 8 сантиметров. А мы же наклали 40 сантиметров грунта. А он 8 сантиметров втыкается, и дальше уже идет вот эта вот градуировка, циферблат. Возможно, чтобы узнать, насколько и как греется вот эта греющая лента, тут нужно делать немножко углубления и втыкать градусник туда подальше. Потому что, когда мы высаживаем томаты, ясно, что корни у нас же будут не на поверхности, а будут немножко в глубине. Я оставлю вот эту крошку, термометр свой. Пусть он здесь показывает мне температуру. Еще раз хочу спасибо сказать Зинаиде из Москвы. Посмотрела в Одноклассниках, точно термометр приехал из Москвы. А у меня голова кругом. Я именно запоминаю о городах, иногда и не запоминаю, но у нас погода как раз установилась такая, при которой можно испытывать греющие ленты, потому что, видите, идет снег, все прям такие хлопья. И, наверное, скоро будет уже совсем холодно. Поэтому вот завтра испытания греющие ленты продолжу. Но я надеюсь, там, где я еще ничего не включала, будет у меня и так все расти. Все, вот это, конечно, видео, оно пока безрезультатное, но с чего-то нужно начинать. Я вам показала, какая температура была до того, как погрелся маленько грунт. Потом буду смотреть, какая температура будет в процессе дальше, как она будет подниматься.